Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы продолжаем колесить по городу и открывать новые районы. И сегодня у нас в городе праздник. Будьте готовы к наплыву туристам. Так, час от часу не легче. Я думаю, что мы вчера с вами с билетами огребли, что называется, по полной программе. Но нет, нет, это сегодня у нас будет. Сегодня у нас будет еще больше огребания. Я взял вот этот вот автобус, который на три двери с автоматом, пандусом, и мы поедем сегодня в новый район. В новый заводской район, который еще не ежен. Там автобусов отродясь не видали. Ну вот, увидят. Будут у нас такие вот автобусы. Первый пошел, что называется, и посмотрим, сколько мы заработаем. Дай вообще интересно посмотреть, что там у нас в этом районе. Насколько там все плохо, как вот говорили. Заслужите доверия, работяг. Возите их регулярно, возите их хорошо, с уважением. Я только за. Так. Да не хочу я. Нет, 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 это нету. Вот. Что я хотел сделать. Я уж, уж я-то выйду из автобуса, не наклоняя. Ча, не царь, да? Так. Закрываем. Я попытался проложить этот самый маршрут в заводской район, чтобы выполнить задание. А задание там нужно... Нужно сделать так, чтобы в каждом из районов... Так, интересно, задел... Нет, да, задел. Зеркалом, наверное, да? Чтобы в каждом из районов у нас с вами было две остановки. Вот. Включая вот этот район. Потом у нас... Жилой район. И следующий уже заводской район. Давай, бабуля, давай. Ты же видишь, он туристов столько. Деньги несут. Буквально. Кошелками. Сегодня будем огребать деньги буквально лопатой. Вот точно, что лопатой. Тут нужно было... Если бы я знал, я бы, конечно же, взял автобус, который с гармошкой. И сразу же туристов. Один стандартный. На билеты. Пожалуйста. Пенсионеров. Но это не совсем туристы. Так, что там тебе? 360. Да. Но сегодня, я же говорю, что будем огребать. Один стандартный на одну поездку. Ничего. Мы и не такое с вами делали. Спасибо, дядя. Здравствуйте. Можешь помочь мне с тикетом? Могу тебе помочь. Все. Не так страшно, как казалось все-таки. И не так долго, как я думал. Нормально. Короче говоря, нормально. Сегодня самое главное у нас проехаться по маршруту и посмотреть на этот суперновый район. Суперинтересный. Без опозданий, понятное дело, не получится. Как нас и предупредили с вами буквально в самом начале. Ну, ничего, нормально. А я почти успел. Еще немножко. Прям очередь, смотрите. Ну, буквально в очередь. Один стандартный. Круто. Круто просто. Сегодня заработаем диких денег. Один для пенсионеров на одну поездку. Дядя Гриш, я бы тебя бесплатно возил. Пожалуйста, в следующий раз заходи бесплатно. Чтоб я тебя не обелечивал, а? Дядя Гриш, у тебя прекрасный день. Регулярный сингл-трифли, пожалуйста. А, так. Эм... Ладно, перей. Спасибо большое. Очень много. Конечно же, очень много. На пятак дешевле получилось. Тебе. Едем. У нас еще 30 секунд. Я, конечно, сильно удивлюсь, если мы в конце-то приедем так, как надо. Но, скорее всего, вот в этом заводском районе у нас не будет вообще туристов. Ну, не должно быть их там, по идее. Представьте себе, вот представьте свой город, или село, или поселок, где вы там живете. Представьте, если это поселок или село, ферму овечью или коровью, грязь. И вот туристов. Вы представляете, которые там ходят? Точно так же и в городе, в любом. Я себя слабо представляю. Туристов, которые лазят в промышленном районе. Там собаки бегают, машины ездят. Один для пенсионеров, на одну поездку. Три шестьдесят. Пожалуйста. Уберите. Два. Для учащихся, на одну поездку. Два двадцать. Пожалуйста. Приходите еще. Да. Тебе не повезло. Ну, ничего, это, это приходящее, проходящее. Все? Да неужели? Поехали. Все зеленые, зеленые. Отлично. Отлично проскакиваем. У нас еще сорок секунд. И подъезжаем к... Не совсем проскакиваем. Подъезжаем к этому... К району. Там у нас была одна остановка по Modern District. Ну, то бишь, по-современному. Но я ее решил не включать. Кажется. Нет, наоборот. Наоборот. Да, я ее решил не включать. Вот. Но потом увидел, что автобусный маршрут вообще выходит, ну, непонятными зигзагами. Ходит туда-сюда. По району, по всему. И решил, что нет. Включил все-таки эту остановку, чтобы прямее был маршрут. Быстрее можно было ездить. Не, ну, действительно, сегодня туристов... Просто невероятное количество. Так, хорошо. Непонятно, да? Стал. Я уже собирал своему место. Ну, то бишь, пропускать его на пешеходном переходе. А он все-таки стал. Я, в общем-то, за таких людей, которые, ну, понимают. У них есть право перехода. Ты стал на пешеходный переход, ты имеешь право, перед тобой должны все остановиться. Ну, а теперь представьте себе, каковы ваши усилия. Ну, то есть, вы можете не шагнуть этот шаг, а обождать где-нибудь там в сторонке. Чуток пропустить автомобили, автобусы, грузовики. Вам это ничего не стоит. Ну, буквально там 30 секунд, может быть. И никаких усилий совершенно. А теперь представьте себе транспортный поток. Все по тормозам. Все автомобили, грузовики. Так это вообще... Там сколько нужно энергии затратить, чтобы остановиться. Чтобы вас пропустить и снова-таки через 10 секунд ехать. Так, раз, два, три, семь, восемьдесят. Пожалуйста. Может тебе пенсионный дать, а? Давай. Десять. Восемь, давай. Хватай, беги. Вот, поэтому я всегда стараюсь не доходить чуть-чуть до пешеходного перехода. Вот, то бишь, не создавать ситуацию, когда водители будут резво тормозить, чтобы меня одного пропустить, например. Но обождал там в сторонке 30 секунд. Машины все проехали. Конечно же, если транспортный поток такой, что перейти просто невозможно, это совершенно другой вопрос. Но в том городе, где я живу, в том районе, такого транспортного потока, что прям невозможно пройти, нет. Поэтому обождал, все проехали и спокойно перешел по пешеходному переходу. Все. Ты никому не мешаешь, все радостные, все довольные. И ты тоже доволен. Так как переход все-таки по пешеходным переходам, это, ну, рискованное занятие в наше время. Студент. Два студента. Все. Ааа. По-моему, мы еще и быстро с вами справляемся, нет? Нормально. Так, выезжаем. Выезжаем в совершенно новый для нас с вами район. Интересный. Вот по этой улице я никогда раньше не ездил. И тут у нас, смотрите, стадион какой-то идет. В общем, интересно. В заводском районе стадион стоит. Но, может быть, так и нужно. После потягал так на заводе, потягал грузы, болванки какие-нибудь там, ну, что-нибудь такое. К станку. И вечером в припрыжку туда, к стадиону. Потягал еще штанги 200 килограммовые. И завтра с утреца в припрыжку на работу. Красота. Не жизнь, а сказка настоящая. Мечта любого. Так, еду. Так, ну ладно. Мечта-то мечтой. Давайте смотреть. Мы же с вами находимся в новом районе, в новом интересном. Смотрим. Да, дядя Гриша, смотрите. Я так и думал, что дядя Гриша здесь будет работать. Ну, вот, сто процентов. Дядь Гриш, я тебя не пущу. Ты тут всех обрыгаешь. Один стандартный на одну поездку. Пожалуйста. А где там дядя Гриша? Не-не-не, дядя Гриша, дядя Гриша. Не сегодня. Ты это... Вы пьяны. Пожалуйста. В следующий раз. Я все понимаю, но давай в следующий раз. Что там? Кто там недоволен? Что я дядю Гришу выпер? Он хотел за двоих заплатить. Мы же с вами его знаем. Заходит, знает, что он проштрафился, знает, что немножко лишнего взял, знаете, на грудь. И думает, ладно, заплачу, два билета возьму. Но я его пару раз уже брал, и он там нарыгал прям на пассажиров. Мне потом пришлось еще и за химчистку платить. Короче говоря, то, что он оплатил лишний билет, никак меня не спасло. Поэтому в следующий раз, дядя. В следующий раз. Так. Дальше у нас, смотрите, там какие-то леса пошли, что-то такое. Что-то так медленно едешь. Вот с этой стороны действительно ничего такого красивого. С этой стороны... Извиняюсь. Вот с этой стороны какие-то ограждения, какие-то непонятные строения. Куда он делся? Ехал-ехал тот мужик. И куда-то сквозанул, наверное, в сторону. Ну, почти полный автобус. Смотрите, есть, конечно же, места. Да, но все-таки почти полный автобус. Это здорово. Да ну-ка, да, уже давай. Спешить нужно. Я спешу посмотреть новый для себя район. И показать себя во всей красе для пассажиров. Чтобы они знали, что... Их тут обслуживают супер-профессионалы. Чтобы они радовались. Вот. И, как я и думал, что действительно туристов, смотрите, почти нет. Да? Пенсионер приехал на работу посмотреть на свою бывшую. И все. Никаких туристов здесь нет. Так оно и должно быть. Ну, давай уже. Машешь. Взяли таки пассажиршу. Если бы она бежала сзади, я бы ее не увидел. Сто процентов. Вот. А так плюсик. И последняя остановка. Конечно же, остановок в самом районе значительно больше, чем мы сейчас проехали с вами. Но первое впечатление, я думаю, что мы составили об этом районе. Унылый мрачный район. Серые бетонные коробки. Серые заборы. Хотя более-менее чистенько. Вот так смотрите. Вот единственное, что вот напротив заводов круто то, что лес. Лесной массивный. Это хорошо. Всегда можно выйти со смены или выйти на перерыве и посидеть там в теньке. Отдохнуть от шума завода. Перекусить. Что-нибудь. Кофейку выпить. Летом, понятное дело, да? Так. А у нас тут постоянное лето. У нас же никогда не бывает зимы. Никогда не бывает осени. Вот странно, почему разработчики игр, ну такую мелочь, почему они не могут воплотить. Да? Ну что тут? Ну перекрасьте вы деревья. В красный цвет и в желтый. Вот вам и осень. Ну покрасьте вы, текстуру поменяйте. Вот вместо черной, пускай она будет белого цвета. Дорога. Пускай даже не будет такой физики какой-то, знаете, зимней. Вот, но нет. Почему-то не хотят это сделать. Смотрите, сколько народу, а? Капец. Сколько мы привезли народу с вами. Так, я надеюсь, у нас где-то здесь рядом есть. Не вижу нифига. Так и думал, что он тут... Вот не видно в зеркало совершенно. А голову туда повернуть нельзя никак. Так и думал, что мужик там будет ехать сейчас. Ревматизм. Понимаете? Шея не поворачивается в сторону. А из-за этого слепого вот этого вот обзора у зеркала нифига не видать, когда тебя обгоняют и вот здесь вот находятся. Так, ну ладно. Мы почти доехали с вами. И у нас новое депо, которое находится буквально тут рядом, вы видите, да? Здорово. Тоже здорово, не нужно далеко ездить. Вот он, какой этот район. Действительно тут все в заводах. Все обрисовано, все в заводах, автомобили. И никаких тебе туристов. Так, хорошо. Приехали, осмотрим новый гараж. Да неплохо, в общем-то, смотрите, неплохо мы. Хоть и столбик там сбили, но ничего так нормально. Пять звезд. Так, уровень повышения очень опытный. Зарплата 1150 евро в месяц у одного из наших водителей. Еще немножко. И был бы 16 уровень. Так, ну что же, хорошо. Мы заработали 24 132 у нас теперь. И выполнили вот это вот задание. Займите маршрут с двумя автобусными обстановками в каждом из районов. И проведите по нему автобус. Хорошо. У нас следующее задание. Смотрите, доведите свой автопарк до 5 автобусов. Не вопрос. Мы на пути к этому. И вот он этот. Вот он наш маршрут розовым цветом. Смотрите, да, вот прошел. Вот так вот мы с вами проехали. И вот оно депо. Где вы грузились. Здесь еще две остановки. Нужно будет вот эти две и вот эти вот две. Но я думаю, что вот эти две остановки в заводском районе мы сможем с вами охватить, когда будем менять маршрут по современному району. Ну вот здесь все равно дорога вот идет. Почему не захватить их? Чтобы возвращаться с этого маршрута сюда, поближе. Вот. Но это все будет в следующих частях. Я на этом с вами буду прощаться. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. И пока. И пока.